В Архангельске прошла международная конференция, посвященная развитию территориального общественного самоуправления. Представители региональных ТОСов познакомились с общественниками из скандинавских стран, узнали проблемы их поселений и как они решаются. Кроме того, на конференции озвучили лучшие ТОСы этого года. Максим Апарин с подробностями. Этот год общественники ТОСа «Тройка» из Котласа посвятили благоустройству своих дворов, сделали парковки, пешеходные дорожки, игровые площадки. ТОС «Тройка» – один из самых опытных в Котласе средств на развитие придомовой территории. Собственники даже заложили в тариф за содержание и текущий ремонт жилья. Увеличение составило около 2 рублей с квадратного метра, что позволило заброшенные участки земли превратить в зону отдыха. В результате этот ТОС признали одним из лучших в области. Награду председателю вручили сегодня на международной конференции по местному самоуправлению. Другие жители думают, что мы получаем деньги на руки, получаем какие-то вообще базнословные суммы. На самом деле, действительно, это все делается чисто на энтузиазме, потому что никаких муниципальных денег мы на руки не получаем. Это все идет через гранты, то есть идет через фирмы, которые нам покупают оборудование спортивное. То есть, действительно, это за счет инициативы самих граждан все происходит. Сегодня за работу наградили еще 24 ТОСа. В 2010 году в нашей области насчитывалось 317 территориальных самоуправлений, а сегодня их уже 800. На конференции подчеркнули территориальные органы самоуправления – один из основных институтов гражданского общества. Конечно, как, наверное, и везде, в ТОСе работают самые инициативные граждане, которые не гонятся за деньгами, так скажем. Которые пришли вместе, поработали, о чем-то пообщались и обсудили проблемы, и дальше опять строят планы на будущее. Но я хочу сказать, что таких инициативных людей, их становится все больше и больше. Также сегодня на конференции архангельские ТОСовцы познакомились с общественниками скандинавских стран. Гости рассказали, с какими проблемами сталкиваются там и как их решают. Наш регион находится рядом со столицей Осло, и у нас большой приток мигрантов. Поэтому основная проблема для нас – это планирование. Нам постоянно необходимо строить жилье. Однако наши деревни, как и у вас, страдают от недостатка рабочей силы. И мы тоже стремимся развивать свои сельские территории, чтобы молодежь оставалась там жить, и приезжали туристы. В норвежской губернии Остфолд для решения проблем небольших поселений был создан своеобразный социальный парк, в котором взаимодействуют жители, бизнес и власть. Руководители архангельских ТОСов взяли этот пример себе на заметку. Мы не снимаем, так сказать, с себя задачу по определению ТОСовских организаций как юридических лиц. Почему? Я уже объяснила сегодня. Нам интересно, чтобы они привлекали не только наши областные средства или муниципальные, но еще участвовали в других грантовых конкурсах. Их очень много. Участникам встречи рассказали, в нашей области работает программа поддержки ТОСов, рассчитанная на 7 лет. За это время лучшие территориальные самоуправления области получат около 200 миллионов рублей. Максим Апарин, Юлия Майданова, Сергей Земских, Новости 24, Архангельск.